Добрый день. Добрый день всем. Тут нас всегда так много, и мы сейчас только что обсуждали, что, наверное, День космонавтики должен быть. В УЗИ всегда нас очень любят, отмечают праздники. День Попеды, естественно. 19 ноября – День ракетных войск артиллерии, что заехал с путями называемыми. 12 апреля – День космонавтики. Я говорю, что в следующем году это должен быть вообще день факультета, когда мы будем собирать артовый зал и поздравлять всех, потому что действительно это большой праздник, потому что это день первых. Тогда наша страна действительно держала космическую победу, потому что наша страна была впереди планеты всей. И вот сегодня уже прошло больше 60 лет, когда Юлий Алексеевич прилетел в космос, и вот этот день как-то так отдаляется от нас, да, все меньше, может быть, молодежь вспоминает, что как-то, им кажется, что это было всю жизнь. Но мы должны с вами понимать, что каждый год приближается тот день, наверное, когда, может быть, кто-то из нас, может быть, наши потомки смогут летать, может быть, в туристический космос, да, то есть мы до первого старта приближаемся к тому, когда будем летать туда, может быть, постоянно, может быть, что-то. посмотреть и так далее. И когда Юлий Алексеевич летал в космос, после этого, может быть, вы слышали эту фразу, многие в Советском Союзе в Америке говорили, что мы победили всех и оказались первыми не именно 12 апреля, да, а победили именно тогда, когда школьники сидели за своими партами, когда студенты сидели за своими партами, те, которые в будущем, те школьники и студенты, которые в будущем будут создавать эти ракеты, создавать эти космические программы, создавать те конструкции, которые помогут именно 12 апреля запустить в космос первого человека. И я точно знаю, прекрасно с вами знаю, что в этих стенах, да, по этому розовому залу бегали те мальчишки и те девчонки, которые в будущем, да, когда 12 апреля запускали эту ракету в космос. То есть мы выиграли 12 апреля, а выиграли этот день раньше, тогда, когда ваши путешественники учились здесь. Я всех поздравляю, естественно, я всем желаю учиться, потому что я уверен, что в будущем и среди вас есть те люди, которыми мы будем гордиться, те люди, которые будут поднимать корабли вверх. Лет, наверное, 20 назад, я вспоминаю, когда я учился здесь, на 12 апреля к нам приезжал Георгий Михайлович Гречко, и мы собирались в актовом зале, фотографировались здесь с ним. Я учился тогда в потоке с Иваном Вагнером, и вот Иван, я помню, подошел, сфотографировался с ним, эта фотография сегодня в выставке участвовала, когда Иван приезжал. Ну тогда вы же не могли представить себе, что этот человек, меньше чем 20 лет, тоже полетит в космос, да? И вот меняются люди, летал Гречко, Рикоев, Борисенко, Вагнер, другие сегодня космонавты есть в команде. И, возможно, будущие ребята, которые сегодня учатся в военмехе, они тоже в будущем, может быть, полетят в космос, может быть, отдадут свою жизнь космосу, создадут что-то, чтобы наша страна развивалась, чтобы в будущем мы знали, что наша страна самая сильная, чтобы мы понимали, что наша промышленность самая сильная, и мы можем запускать не только ракеты в космос, мы можем сделать все, мы можем одержать абсолютно любые победы. Мы знаем, что сегодня победа в нашей стране нужна как-никак. Поэтому я всех поздравляю, желаю всем успехов, мы победим. Всего доброго.